Делегация Совета Федерации второй день своего визита оценила культурный и туристический потенциал области. Причем не только в региональной столице, но и за ее пределами. Ундоры — уникальное место, известное далеко за пределами области и страны. Это одна из трех точек на Земле, где так хорошо открываются отложения морской эпохи мезозоя. В эти доисторические времена по Земле ходили динозавры, а в воде плавали морские рептилии. В окрестностях села открыт десяток видов ихтиозавров. А в 2007 году здесь был найден шестиметровый скелет плезиозавра с двухметровой головой. Останки должны стать центром нового здания, плематологического музея. Вокруг него с 2018 года создается геопарк Ундория. Это здание должно являться не просто музейной экспозицией, но и таким научно-исследовательским центром при геопарке, где существует лаборатория за стеклом, будут проводиться съезды ученых, исследователей, проводятся конференции. Кроме того, значит, это здание должно служить опорной точкой, то есть отправной еще точкой для всех туристических маршрутов геопарка. Геопарк нужен для того, чтобы сохранить для потомков целостности и сохранности геологические слои. Строительство нового здания, плематологического музея, планируется начать в следующем году. Предполагается, что его возведут в течение двух лет. В этом году доработают проектно-сметную документацию. В новом здании можно будет посмотреть не только сами музейные выставки, но и процесс создания экспонатов. Сенаторам эта идея пришлась по душе. Оживающая на глазах древняя история произвела на них сильное впечатление. Я представляю комитет по науке, образованию, культуре. Здесь сочетается культура. Да, мы говорим, будут какие-то в геопарке, наверное, и изучение народных даже промыслов и так далее. Безусловно, наука здесь будет представлена. И самое главное еще и образование для детей, для подрастающего поколения. Это просто, на самом деле, идея замечательная. Ундровский геопарк будет известен не только своими геологическими находками. В этих местах произрастает множество краснокнижных растений и водятся редкие животные. И, конечно, благодаря особенностям геологического строения, земля богата источниками минеральной воды. Сенатора по достоинству оценили Ульяновскую волжанку, один из брендов региона. Источники самоизливающиеся, мы насильственно ее не добываем. Вода выходит под действием давления пластов на поверхность, мы ее собираем. Специальное каптажное сооружение из нержавеющей стали. И сразу же в течение двух часов мы ее подаем на завод и разливаем. А Ульяновский сенаторам показали дом-музей Владимира Ленина, музей пожарной охраны и музей ретро-мод техники «Гараж СССР». Здесь в виде исключения разрешили даже заглянуть в правительственную чайку, на которую ездил Юрий Горячев. Сенаторы обещали оказать поддержку культурным и туристическим проектам Ульяновской области. Егор Титов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.